Буквы у нас ровные, наклон в одну сторону. Красиво писать детей учат с первого класса. И всю начальную школу внимательно следят, чтобы все туфельки, палочки и соединения шли стройными рядами. Но дело здесь вовсе не в чьей-то вредности. Как говорят учителя, без этого грамотным человек не будет. Связь между каллиграфией и грамотностью письма очевидно очень важна, особенно в начальных классах. Если ребенок не каллиграфически пишет, это влияет, конечно, на введение орфограмм, то есть на грамотность. Поэтому мы большое внимание уделяем каллиграфическому почерку. Учительница рассказывает, в обучении детей письму мелочей не бывает. Здесь важно правильно держать ручку, расположить тетрадь и даже сесть. Рука должна входить между партой и туловищем. Голоска прямо. В этом деле главное упорство и терпение. Ко второму классу ребята уже должны уметь писать без отрыва. Сейчас сложные соединения и длинные слова им удаются легко. А вот прошлый год они теперь вспоминают с улыбкой. Это было сложно. Некоторые соединения были для меня сначала очень-очень сложными. Теперь я их могу писать спокойно. Учился я долго, почти весь первый класс. Мне сначала не очень получилось, потом я осталась еще дома дополнительно заниматься. По прописи мне очень хорошо, но потом все лучше и лучше. И во втором классе мне почему-то везде кажется, что это прописи, и я пишу как будто по точкам. Каллиграфия – это несомненное искусство красивого письма. Для кого-то она становится настоящим хобби. Александр Мерзляков говорит, раньше он увлекался дизайном. Но шесть лет назад прочитал труд Германа Цапфа, выдающегося типографа и каллиграфа из Германии. Так появилось новое увлечение. Каллиграфия – это музыка. Она звучит, то есть она очень быстро меняется. Она динамична. Она живет и развивается вместе с тобой. Типографика, она больше похожа на скульптуру. Каллиграфия, она всегда жила. И она дает безграничный простор для фантазии. То есть я могу выражать свои сиюминутные ощущения при помощи пары взмахов руки. Сейчас Александр владеет и средневековыми готическими, и славянскими шрифтами. И современной каллиграфией увлекается. Все это он умело использует в своих творческих работах. Так одно из них он посвятил погибшему вокалисту американской рок-группы. Позднеготический почерк «Фрактура», по большому счету. Почему именно он? Потому что он самый пластичный среди всех темных почерков из средневеков. Все-таки он из 15 века. С помощью букв, уверяет Александр, можно расставлять акценты и даже вызывать определенные образы. А еще передавать эмоции и вообще уникальность человека. Жаль только, что сегодня мы так редко стали писать друг другу. Дарья Трофимова, Руслан Гаскаров, Индера ТВ. Затем «Фрактура». Продолжение следует...